Спонсором данного видео является сервис appbonus.ru Скачиваете это приложение для ваших iOS и Android устройств, устанавливаете предложенные приложения и игры и получаете за это деньги. Ссылка на сервис в описании. Всем халло ребят, в этом видео я расскажу вам о 10 играх, которые определённо стоит ждать в 2016 году. Конечно же, все игры выставлены в моём порядке, по моему мнению, и они ни в коем случае не отражают отношение к ним, лишь то, насколько я их жду. Открывает мой топ 10-м местом 10-я игра по счёту в серии игр о самой знаменитой расхитительнице гробниц Ларри Крофт. Rise of the Tomb Raider. Сюжет развивается по мотивам комикса Tomb Raider The Ten Thousand Immortals, где Лара пытается найти артефакт, способный исцелить Сэм. Лара должна побывать в таких местах, как Русская Атлантида и в Сибири. Довольно интересно. Разработку ведёт Crystal Dynamics. Дата выхода намечена на 10 ноября 2015 года, это на Xbox One и 360. На ПК она выйдет в начале 2016 года. На PlayStation 4 же она доберётся аж в конце 2016 года. На 9-м месте расположилось продолжение игры Dishonored, вторая часть теперешней серии. Dishonored – это стелс-экшен от первого лица, разрабатываемый Arkane Studios. Вторая часть была анонсирована на E3 2015. Сюжет развивается спустя 15 лет после действия первой части. Будет два играбельных персонажа – Эмили Колдуин и Корва Аттано. Выпуск намечается на весну 2016 года на платформе PlayStation 4, Xbox One и ПК. Восьмое место занимает новый анонсированный проект от Ubisoft под названием Far Cry Primal. По идее, ни с какой частью серии эта игра не связана. Жанр прежний – экшен-шутер от первого лица. Действия этой игры будут происходить в эпоху каменного века. С луком, стрелами, палкой-копалкой... Игроки возьмут на себя роль охотника Такара, главная цель которого – выжить в этом жестоком мире. В какой-то момент Такару придётся возглавить племя и привести своих людей к победе над другими такими же воинствующими племенами. В общем, выход состоит с 23 февраля на платформу PlayStation 4 и Xbox One. Выход на ПК же состоится чуть позже, в марте. А на седьмой строчке моего топа – пятнадцатая финалка. Действия новой части будут происходить в наше время, в королевстве Люциус, принцем которого является главный герой. Ноктис является единственной технически развитой державой, окружённой другими королевствами, по развитию непревосходящих уровень таковых в Средневековье. Причиной всему является непрекращающаяся война за кристаллы, последним из которых владеет королевская семья Каэлум. Свои кристаллы были и у других держав, но все они были потеряны в ходе боевых действий. Из-за потери кристаллов нации поставили упор на производство оружия, из-за чего уровень их культуры и общего развития упал до уровня, который и показывает игра. Разрабатывается Square Enix, выходит эта часть только на PlayStation 4 и Xbox One в шестнадцатом году. Шестое место дал продолжению космоэпопеи Mass Effect. Mass Effect Andromeda. Кстати, довольно интересный факт. В моём топе только одна игра не является сиквелом, но мы-то знаем, что и сиквелы порой бывают лучше оригиналов. Про Андромеду довольно малоизвестно, но я накопал чуть инфы. Главным героем будет новый персонаж. Развитие сюжета будет происходить совершенно в новом регионе космоса. Никаких персонажей из предыдущих частей. Действия будут в галактике Андромеда. Разрабатывается, естественно, BioWare. Выход намечен на конец шестнадцатого года на платформы ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Пятое место. Mafia 3. Действия игры будут происходить в новом Орлеане в 1968 году. А главным героем является Линкольн Клей. Вернувшись домой с войны, он вступает в семью под названием «Чёрная мафия». Однако убийцы из итальянской мафии уничтожают всех членов этой семьи и ранят Клея, оставив его умирать. Выживший после ранений, Линкольн Клей начинает мстить. Будучи сиротой, он понял, что настоящая семья – это не те, с кем ты вырос, а те, за кого готов умереть. Выход намечен на шестнадцатый год на платформы PlayStation 4, Xbox One и ПК. Четвёртое место в моём топе занимает продолжение популярнейшей серии киберпанк-рпг Deus Ex Mankind Divided. Сюжет Mankind Divided акцентируется на том, что в Human Revolution Адаму пришлось сделать выбор, от которого зависела не только его жизнь, но и большая часть человечества. Но спустя два года становится ясно, что Адам ошибся, и теперь он желает исправить произошедшее. Для этого ему пришлось искать влиятельного и мощного покровителя, чтобы противостоять скрытым силам, влияющим на мировые процессы. Поэтому Адам начал работать на Интерпол. Выход запланирован на 23 февраля шестнадцатого года на платформу PlayStation 4, Xbox One и ПК. Бронзу моего топа я дал новому Хитману. Если честно, я один из преданных фанатов этой серии. И не смог обойти безумно круто выглядящую шестую часть серии. Уж очень всё классно сделано, всё так здорово, что просто не верится, что наконец разработчики взялись за голову после слегка неудачной Абсолюшн. О сюжете вообще ничего не известно. Но известно, что игра будет состоять из нескольких эпизодов, а-ля игры от Telltale Games. В течение всего года будут выходить миссии, карты и всякие плюхи. Игру можно будет купить как фулл-версию и как какой-то пробник. Если честно, это поставило меня в тупик. Зачем это делать, мне не дано знать. Игра планируется к выходу на 11 марта 2016 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Mirror's Edge Catalyst. Одна из лучших игр DICE и Electronic Arts. Да, что тут говорить. Можно сказать, что самое лучшее в своём роде паркур игр. Игра не будет продолжением прошлой части. Действия будут происходить в городе Зеркал, в котором нам обещают открытый мир. Да, вы не ослышались, чёрт побери, этого многие ждали. Будут основные и второстепенные задания. Много фишек из прошлой части оставят. Выход запланирован на 23 февраля 2016 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Золото я дал весьма впечатляющему и многообещающему проекту от новоиспечённой пачки мега-крутых разработчиков, прозвавших себя War Horse. Событие в игре Kingdom Come Deliverance происходит в королевстве Богемия. Часть земель богемской короны, в наше время это Чехия. Первый акт проходит в реально существующем месте между играми Сазава и Ратайя, которые в игре были сильно изменены. Естественно, игра жанра RPG с большой буквы, со своей уникальной боевой системой, выбором навыков, крутым сюжетом и просто нереально шикарными видами на средневековые пейзажи. Жду не дождусь, когда выпустят этот хит. Выход запланирован на лето 16-го года на ПК, Xbox One и PlayStation 4. На этом мой топ, пожалуй, заканчивается. Спасибо за просмотр. Если тебе понравилось видео, можешь его лайкнуть и даже подписаться на меня. Игры, не вошедшие в топ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok